Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей. И сегодня у нас на обзоре будет аккумуляторная трещотка от компании DCA. Как вы видите, нахожусь я сейчас в мастерской у Артёма. А почему? Потому что отверткой эта подходит под головки 3,8, которых у меня нет. Да и по сути мне дома крутить особо нечего. А здесь просто поле хоть разгуляйся. Ну, давайте сначала поговорим, что такое вообще бренд DCA. DCA это бренд, который принадлежит компании Dongcheng. В России они представляют целых два бренда. DCK красный инструмент профессиональный и DCA инструмент DIY, так сказать. Он продается в зеленом свете и продается эксклюзивно в магазине все инструменты. А красный уже можно покупать в различных розничных магазинах или в других интернет-магазинах. А вот зеленый мы можем купить только на всех инструментах. Это официально, я имею ввиду, в России. На инструментах даже об этом указана наклейка. Вот, импортер торговой марки DCA. ООО всеинструменты.ру На данном кейсе таких наклеек пока нет, потому что это, можно сказать, эксклюзив. В Россию еще не завезли. Но скоро, я не знаю, там у меня есть информация такая, то ли в течение месяца этого, то ли там через месяц. Короче, в ИИ закупили вообще все позиции DCA. И все позиции можно будет спокойно там приобрести. Давайте, короче, открывать и смотреть, что же это такое. Инструмент поставляется вот в таком компактном пластиковом кейсе. Кейс достаточно качественный. Видите, здесь даже есть ребра вот эти, или как петли. Открываем. Внутри у нас инструкция, каратинный талон. И на инструкции указаны три модели. Я уже загуглил. Оказывается, первая модель, это вот чисто в Китае продается, синий, Донгченг. Вторая, это наша, зеленая. И третья модель, это красная, и DCK. И получается, по сути, они, наверное, одинаковые. Но это нужно проверять. Но, как мне кажется, это одно и то же. То есть некоторые инструменты у DCA и DCK, Донгченг, будут одинаковые. Некоторые, скорее всего, отличатся. Потому что к нам приезжал представитель DCK, и я держал в руках их, DCK именно красную. И она там другая. Там указано, что бесщеточный двигатель. Здесь, по-моему, щёточный. Хотя в интернете смотрел вот недавно ролики, указано, что бесщеточный. Надо будет разбирать, смотреть. И он подлиннее чуть. И там, по-моему, уголок вот этот длиннее сделан. Короче, уложено всё. Вложимент. Вложимент. Вложимент такой же, как вот в макпаках находится из такого материала. В комплекте идёт два аккумулятора. Один аккумулятор 12 вольт макс. Установлен сразу на инструменте. Под второй инструмент вложименте имеется вырез. Аккумуляторы у нас очень похожи на аккумуляторы 10,8 или 12 вольт Макита. Старенькие которые. Но у них есть различия. То есть, друг к другу они не подойдут. Контакты сделаны совсем в разных местах. И также зарядочка выглядит достаточно качественно. Профессионально она тоже напоминает, если сравнить чем-то, макитовскую зарядку. Ну, подложиментом у нас пустота. Аложименты прям конкретно похожи на ложименты компании Макита. Но, как мы знаем... Это чего? Этот... Макитовский большой перфоратор. Вот он. Перфоратор и ложимент компании Макита. HR-4010 или 11. Ну, пластик этот. Маркировка PS. Ну, и здесь PS. То же самое. Может, даже в одном месте они и делаются. Ну, вообще, насколько я знаю, я так понимаю, многие инструменты Макита делаются на заводе DCA. В Китае в данный момент проходит кантонская выставка. И компания DCA... Вот у них есть сертификат. И вот он перевод. Сертификат подтверждает, что... Компания Dongcheng заняла 461 место в рейтинге 500 самых влиятельных брендов Азии. За 2024 год. Эта награда вручается организации World Brand Lab в соответствии со строгим и независимым процессом отбора. И есть еще на их стенде вот такой рекламка такая висит. И здесь указано, что это единственный зарегистрированный бренд в китайской индустрии электроинструментов. Потому что другие бренды там, это всякие там Toyota, Sony, всякие банки и прочее. Ну, ладно. Идем дальше. Теперь давайте посмотрим внешний вид. Внутри мы видим колодку для подключения аккумуляторов. Вставляем аккумулятор. На правой части имеется шильдик с номером модели. То, что головки здесь подходят 3,8 дюйма. И обороты от 0 до 500 оборотов в минуту. Видите, серийного номера здесь еще нет. Потому что в России еще такое не продается. На нижней части имеется рычаг, который защищает инструмент от случайного включения. То есть стопор такой убираем и инструмент включается. На левой части есть панель индикации заряда аккумулятора. Когда мы включаем, видим, насколько заряжен аккумулятор. Отверстие для охлаждения. Вот такая посадка для головки. И здесь можно переключать режим, в какую сторону нам нужно крутить. То есть реверс крутится в левую сторону. И поворачиваем, крутится в правую сторону. Выключатель является триггерным. То есть если мы медленно нажимаем, то вращается головка медленно. Если быстро, то вращается быстро. И очень плавно идет. Плавно можно менять. То есть нет, прямо ступенек таких не ощущается. Ну и давайте пробовать. Поставим сюда головку и попробуем что-то открутить. У нас есть виброплита. Нет, это не виброплита. Это рещик шов с двигателем Honda GX390. Болты, конечно же, накрутились. И соответственно... Ну, эта трещотка является неударной. И срывать, скорее всего, придется вручную. Не скорее всего, а вручную. Сорвали. И уже откручиваем. Соответственно, так же и докручиваем. Закручиваем обратно. Ну, а попробуй сейчас не срывая, а сразу нажать. Нет, это бесполезно. Здесь нет такого момента. Сработает защита. Защита срабатывает, да? Все это хорошо. Есть защита. Характеристики инструмента. Если сравнивать этот инструмент с конкурентами, то, например, у компании Makita вот эту головку, посадочное место можно менять. Там в комплекте есть насадки разные под головки 3,8 и под 1,4. Здесь же только 3,8. Инструмент можно применять в сборке и металлоконструкции различных, в ремонте автомобилей, в сервисных центрах. Достаточно удобная штука. Как выглядит оно внутри, сейчас мы посмотрим, я его разберу. Ну и давайте разберем, используя аккумуляторную отвертку этой же компании. Здесь надо будет вот эту, походу, штифт выбить чем-то тоненьким. Интересно, головка сейчас снимется? Мне надо откручивать. Ее, получается, можно повернуть? Или я ошибаюсь? Нет, уже... Нет, я имею в виду отпозиционировать ее, например, развернуть на 180 градусов. Не знаю, сейчас посмотрим. Необходимо выбить штифтик, пружину так называемую, чтобы снять ручку. Все, ручка снимается и можно раскрывать. А, нет, еще нужно снять зажим металлический. О, все, теперь можно спокойно вскрывать. Поближе покажу вам. Внутри находится выключатель. Вот таким образом фиксируется защита от включения. стоит обычный щеточный моторчик от как на шуруповертах, можно так сказать. И сейчас снимем головку. Выключатель, кстати, здесь не какой-то там дешевый китайский. Но не указано какой компании. А, чтобы снять голову, здесь вот есть штифтик. Опа. Чтобы она не крутилась. Здесь редуктор. Ну, тут ничего такого сложного здесь нет. Поставим назад. Ну, и сама башка. Башку можно еще снять стопорное кольцо, вытащить. Топ тул. Что-то мы сняли прямо это сразу сюда выдавилось. Оп. Эксцентрик сразу выпал. Как-то вот так это здесь сделано. я так понимаю эксцентрик вот эту крутит она туда-сюда бегает. Ну, да. Ладно, собираем обратно. Инструмент мы собрали. Все работает. Вот такой замечательный инструмент мы сегодня посмотрели от компании DCA. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А еще кто хочет вот такую кепочку от компании DCA. Переходите в мой телеграмм и там я ее разыграю. Как раз в это воскресенье розыгрыш будет длиться в течение недели. Всем пока! Субтитры Субтитры Субтитры